Здравствуйте! В эфире ЛРТ программа «Итоги недели» в студии Андрей Лаванов. Коротко о главных событиях прошедших дней. У нас планы на 2024 год обустроить и ввести в эксплуатацию 95 общественных территорий, парков, лесопарков, а также 620 дворовых территорий. В Люберцах прошло расширенное заседание по федеральному проекту «Городская среда». Все ждут. Давно пора сделать этот сквер. Алле любви и примирения появится в Октябрьском. К нам присоединяется большой комплекс, который включает в себя 4 корпуса дошкольного отделения и корпус 10-й школы. Продолжается реорганизация образовательных учреждений. Подробности в выпуске. Они себя проявляют, показывают свои таланты, они этим живут. Они очень активны. В Люберцах провели областной фестиваль «Танцуй от души». А теперь подробнее о всех событиях. Глава городского округа Люберц и Владимир Волков провел еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений доложили о проделанной работе. Подробности в сюжете. Доброе утро. В текущем году на территории округа запланированы. Работы по благоустройству как городских, общественных, так и дворовых территорий. 31 дворовая территория у нас участвует в программе. 4 парковые, 3 сквера, 3 пешеходные коммуникации и 1 лесопарк. Мемориал «Вечный огонь». Октябрьский проспект, дом 116. Этот объект стал победителем федерального проекта формирования комфортной городской среды в 2023 году. Понимая, что следующий год будет юбилейным, 80-летие победы над фашистской Германией, мы решили в этом году провести проектирование и начать работы по его благоустройству. К работам планируем приступить в конце июля, начале августа текущего года. Следующий доклад о содержании уличной дорожной сети и также те поручения, которые были даны на предыдущем ОГС. Докладчик Кирилл Владимирович, пожалуйста. За прошедшую неделю проводились работы по уборке смета и мойки дорожного покрытия 412 километров автомобильных дорог регионального и муниципального значения. Кроме того, на ежедневной основе подрядными организациями проводятся работы по уборке от мусора 123 остановочных пунктов, расположенных на муниципальной сети. За прошедшую неделю сотрудниками управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры отработано 105 обращений граждан. На слайде выполнены работы по установке ограничительных элементов для предотвращения стоянки транспортных средств на тротуаре в поселке Малахко на улице Южная. Фотоматериал выполнения работ по покосу травы на улице Смирновская в формате было-стало. На текущей неделе запланированы ремонты по ямочному ремонту на внутриквартальных проездах по улицам электрификации Южная, Льва Толстого, Попова, Урицкого. Следующий доклад о обращениях наших жителей, которые поступают в единую диспетчерскую службу, доложит Толстико Виктор Сергеевич. За прошлую неделю в единую диспетчерскую службу поступило 4816 звонков. Из них зарегистрировано было 1864 обращения. Ниже представлена статистика по топ-5 категорий. Работает сайт с возможностью оставления обращения через личный кабинет жителя. Также функционирует телеграм-канал по информированию жителей в телеграме. И на этой неделе начнем совместно с управляющей компанией ЛГЖТ тестировать мобильное приложение. Соответственно, по итогам тестов доложу и в дальнейшем распространим мобильное приложение для всех остальных управляющих компаний. Обращаюсь к руководителям управляющих компаний. Это не наша просьба, это просьба жителей на вашу реакцию и на те проблемы, которые есть на вашем жилом фонде. Но вот компания «Содействие» умудрилась засветиться даже в областном срезе. Мы попали в такой некрасивый рейтинг от того, что «Содействие» вообще забыло реагировать на те просьбы жителей, которые поступают. Сергей Юрьевич, просьба обратить внимание и как-то ускорить работу. Коллеги, у нас по повестке все вопросы. Если есть дополнения, пожалуйста. Если нет, то всем хорошей рабочей недели. На улице Мичурина в Краскове завершается строительство школы на 1100 мест. Какие работы выполняют на данном этапе и как проходит благоустройство прилегающей территории, узнал Богдан Колесников. Мы планируем вестись в августе и податься на ЗОС в июле. Фактически, самые основные работы – это комплектация. Облицовка фасада и благоустройство пришкольной территории на финальной стадии. По периметру здания установили скамейки, малые архитектурные формы и площадки для подвижных игр. Рабочие высаживают деревья и кустарники. Готово к эксплуатации и спортивное ядро, состоящее из баскетбольной и волейбольной площадок, поле для игры в мини-футбол, беговой дорожки, полосы препятствий и зоны воркаута. Масштабные работы идут и внутри здания. На первом этаже – гардеробная, столовая с цехом для приготовления пищи, актовый и два спортивных зала, учебные классы. Рабочие проводят чистовую отделку в кабинетах и коридорах. Уже в августе их оснастят мебелью и оборудованием. Рядом со школой находится детский сад. Его тоже ждёт преображение. Также здесь демонтируют старый бетонный забор, благодаря чему увеличится рекреационная зона. К концу лета завершат работы и по благоустройству пешеходной зоны со стороны посёлка КСЗ. Отсюда начинается тротуар. Тротуар, дорог не будет, будут ещё полусферы такие, по которым проехать невозможно и так далее. Ширина тротуара стандартная – два метра. Почему? Потому что зимой такие объёмы руками не убрать. Строим здесь развитую пешеходную сетку, пользуемся существующими тропами, стараемся обеспечить сохранность всех деревьев, которые сейчас есть в этом перелеске. Обеспечиваем торшерное освещение и создаём парковое пространство. Здесь в данный момент проходят работы по благоустройству для того, чтобы была оборудована тропиночная сеть, подходы к новой школе. Школа долгожданная, ждут её все ученики наших школ 56-й, 55-й. Задача наша состоит в том, чтобы объект был открыт, и к нему были безопасные для детей и удобные подходы. Вход будет и отсюда, с КСЗ, и второй вход будет организован со стороны больницы, между детским садом. Мы сейчас также там проводим работы. Всего в городском округе Люберцы к началу нового учебного года откроют четыре новые школы. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В местном отделении партии «Единая Россия» состоялось расширенное заседание Регионального общественного совета федерального партийного проекта «Городская среда». У нас планы на 2024 год обустроить, ввести в эксплуатацию 95 общественных территорий, парков, лесопарков, а также 620 дворовых территорий. Что под собой подразумевает наши цели. Но это первое. Естественно, мы должны с вами изучать мнение нашего населения. Это могут быть любые средства. Анализировать те обращения, которые поступают в партию. Анализировать обращения, которые поступают в администрацию. Федеральный партийный проект «Городская среда» от партии «Единая Россия» направлен на благоустройство придомовых территорий и дворов, на формирование комфортной городской среды для всех жителей. Проект рассчитан на 5 лет и затрагивает интересы всех жителей региональных центров, малых городов и муниципалитетов, субъектов Российской Федерации. На этом заседании подвели итоги по благоустройству общественных территорий за первое полугодие 2024 года и обсудили планы на ближайший период. У нас 14 парков, 12 лесопарков, 24 пешеходных зоны площади и веломаршрутов, 6 набережных, 15 скверов, 8 детских скверов, 11 активных зон в парках и 5 стел. Я хотел бы также заострить внимание, что у нас есть график открытия объектов. Большая просьба партийный контроль и общественный контроль организовывать на вот этих вот объектах. Большая часть в летний период будет открыта. На школьной улице в Октябрьском создадут новую зону отдыха. Концепцию благоустройства сквера обсудили с жителями еще в начале года. Пока к работам не приступили, глава округа Владимир Волков лично убедился, что все пожелания учтены. Подробнее расскажем в сюжете. Мы неоднократно встречались здесь с жителями. У нас были в предложении замечания. Просили убрать теннисные столы, в том числе добавить озеленение. Чуть-чуть мы поменяли в наш старт-объект. Эту территорию площадью полгектара, разделяющую 54-ю школу и стадион Балятина, разобьют на зоны для активного и тихого отдыха. Установит игровой комплекс для детей разных возрастов, спортивную площадку с гимнастическим комплексом и площадку для культурно-массовых мероприятий со сценой в виде сердца. Изюминкой сквера станет аллея любви и примирения, на которой появится арт-объект и фотозона. Я живу в спортивной, дом 2. Очень хочется, чтобы у нас был такой красивый сквер. И все, но прежде всего мы думаем о нашей тишине, о нашем порядке. Чтобы были установлены камеры общественные, которые будут наблюдать за этим всем. И очень хочется, чтобы это было все по-серьезному продумано. И тем более нашу парковку не трогали. Потому что нам ставить машины негде. У нас и так мало расстояния. Дом очень большой. В ходе благоустройства пожелания жителей учтут. По периметру сквера установят камеры видеонаблюдения, которые подключат к системе «Безопасный регион». Высадят деревья и кустарники. По просьбам люберчан обустроят Альпийскую горку. В темное время суток территория будет освещена. Это очень хорошо. Во-первых, это благоустройство поселка. Красиво будешь проходить мимо и радоваться. А не видеть, что где-то там собачка побежала, где-то стоят одни машины. А это сквер, скамеечка, где можно посидеть возле школы и подождать своего ребенка, пока он выйдет из школы. И наконец-то снесут эти старые гаражи, где одни крысы лет 20, они там бегают, и людям не дают покоя. Все ждут. Давно пора сделать этот сквер. И была и детская площадка, и спортивная площадка, и чтобы можно было и нам, взрослым, тоже где-то посидеть и отдохнуть. И сквер обязательно будет. Работы по благоустройству зоны отдыха во дворе второго корпуса дома номер один по школьной улице завершат к концу лета. В лесопарке у Большого Люберецкого карьера прошла встреча с жителями. На этот раз участникам встречи предложили обновленную концепцию благоустройства территорий после внесенных изменений по желанию населения. Проект охватывает более 30 гектаров лесного массива. Тему продолжит наш корреспондент. Лесной зоной пользуются жители двух городских округов – Люберцы и Дзержинский. Инициаторами встречи были представители администрации городского округа Люберцы. После обсуждения первого варианта концепции благоустройства лесопарка, которое состоялось в конце мая, у жителей остались вопросы. Один из них – разведение пешеходной зоны и лыжной трассы. Наши спортсмены подсказали нам ту оптимальную лыжню, которую и для них нужно продумать, и для того, чтобы развести потоки пешеходов и лыжников, чтобы они между собой никак не пересекались. Естественно, были некоторые дорожки, которые пересекались как у пешеходов с лыжниками, так и с технологическим проездом. Сейчас это как раз разведено, и лыжня не заходит на территорию технологического проезда. Также жители волновали вопросы сохранения живой природы. Концепция благоустройства выполнена с минимальным вторжением в экосистему. Никаких массовых вырубок деревьев и возведений строений здесь не планируется, а тропиночную сеть обустроят с сохранением корневой системы. Мы обеспокоены все деревьями живыми, что если будет благоустройство, то затронутся корни. Глава сказала, что ни в коем случае не пострадает ни одно деревье, и корневая система вся будет обходиться вручную. Будет составлены акты лесопатологического обследования, в результате которого будут выявлены аварийные деревья, больные деревья и высокостойные деревья. Эти акты точно также пойдут на согласование в Комитет лесного хозяйства Московской области. И только после согласования официального комитета они будут включены в состав пол, и пол опять войдет в экспертизу. То есть тут достаточно длинный процесс утверждения этих актов. Жители используют этот лесопарк как зону для занятия спортом или тихого отдыха. Для них в проекте предусмотрено строительство детских, игровых и многофункциональной спортивной площадок, а также включена территория для выгула собак. Одним из вопросов, который волновал население городского округа Дзержинский, недостаточная информированность о концепции благоустройства лесопарка, особенно о внесенных в нее последних изменениях. В последней концепции, которую мы попросим коллег тоже выложить у себя, это как раз по результатам обсуждения месяц назад, мы убрали оттуда все, что касалось веревочных парков и других павильонов. Остались только павильоны на входе, повторюсь, туалет, комната матери и ребенка, пункт охраны. Осталась трибуна, многофункциональный павильон, который является пунктом проката в том числе. Остались детские площадки, остались спортивные площадки, зона для собак, пешеходные дорожки. Все, что имело хоть какое-то отношение к коммерции, на данный момент из реализации исключено. Жители интересовались камерами видеонаблюдения и безопасностью лесопарка. После того, как концепцию проекта окончательно утвердят и одобрят, приступят к первому этапу работ. Мне, во-первых, это очень нравится, потому что этим давно надо было заняться. Объясню, почему. Во-первых, дорожки. Самая первая больная проблема, потому что я гуляю в лесу ежедневно. После дождя выйти невозможно. Это проблема. Второе – видеонаблюдение. Конечно, оно нужно, потому что это безопасность. Третье – освещение. Мы в большинстве работаем. После работы в осенний-зимний период гулять сложно. В лесу, очевидно, есть проблемы. И я очень надеюсь, что это благоустройство их решит. Конечно, хотелось бы большую часть леса сохранить как лес, сохранить и грунтовые дорожки, а делать только там, где это необходимо. Я очень довольна, что мы сегодня встретились. Очень довольна, что люди действительно пришли и задали все вопросы, которые беспокоили. И согласные, и не согласные. Надеюсь, что мы уверены практически, что мы ответили как раз и сняли все опасения, что мы не будем рубить живые и здоровые деревья. Поступили очень конструктивные предложения, действительно, на которые мы обратим внимание в рамках изменения концепции. Постановлением правительства Московской области утвержден новый порядок расчета за вывоз твердых коммунальных отходов с территорий садовых некоммерческих товарищей. В Любрицах региональный оператор подписал дополнительные соглашения уже с 12 СНТ. В одном из них побывал Богдан Колесников. СНТ «Мичурениц» в деревне Торбеево образовано в 1992 году. Здесь 170 домов, в 52 из них люди живут круглогодично. Договор с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами жители заключили пять лет назад. Каждый год он автоматически пролонгируется. Но в связи с изменениями в законодательстве члены СНТ оформляют дополнительные документы. Региональный оператор заключает дополнительные соглашения с садовыми товарищами и переводят на норматив те СНТ, которые ранее были по факту. И годовой объем вывоза у которых по прошлому году не превышал нормативный. Был значительно ниже нормативного объема. Норматив на садовые товарищи составляет 1,48 куба в год на один участок. Если считать в деньгах, то в месяц это 114 рублей. В соглашении прописан новый график вывоза мусора один раз в неделю. И тариф, в соответствии с которым он будет осуществляться. Оплата для всех СНТ единая. Она вносится каждый месяц. Дополнительных трат у людей никаких нет. Мы заключили с ними договор. Хорошо в том, что они по графику вывозят всегда мусор. И всегда четко, без всяких проблем. Раз в неделю у нас вывозятся контейнерные контейнеры. Но у нас есть еще одна площадка, где у нас бункер. Там тоже также у нас по графику раз в неделю вывоз производится. До конца года в городском округе Люберцы дополнительные соглашения с региональным оператором будут подписаны еще с пятью садовыми товариществами. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Глава округа вместе с профильными заместителями провел встречу с жильцами жилого комплекса «Тамилина». История этого микрорайона непростая. Застройщик изначально планировал возвести 46 МКД, но сдал только три дома и ушел в банкротство. После чего был заключен договор о комплексном развитии территории с новой подрядной организацией «Самолет». О волнующих вопросах жителей в сюжете. На собрании присутствовали активные жители жилого комплекса «Тамилина». Лариса Литвинская проживает в шестом доме уже четыре года. Выбрала этот микрорайон за удачное расположение, удобные подъезды и прогулочную зону. Но спустя такой короткий срок фасад ее дома начал разваливаться. Особенно ее волнует разрушение балкона. «Фасад у меня над балконом прям оно отшелушилось и прям такой очень хороший пласт отвалился прям до кирпича. И даже в кирпиче у нас образовались дырочки, в которых поселились птички, которые там гонялось. Вот при косом дожде вода попадает непосредственно в эти дыры, и оно мне стекает прям по окнам, по Атасама. И благо, что никто не живет в нижней квартире, потому что я бы отвечала каждый раз, когда идет хороший большой дождь». «У нас пару дней назад буквально была встреча, которая была достигнута удовлетворенности провести экспертизу по фасаду совместно с застройщиком. И, соответственно, направить по решению общего собрания на включение данных домов в краткосрочный план капитального ремонта. Потому что работы этих капитального характера и текущего ремонта будет недостаточно». Ряд вопросов касался и работы общественного транспорта. В позднее время жители жилого комплекса не могут добраться от станции МЦД-3 «Тамилино» до своих домов. Транспортный блок взял в работу пожелания люберчан. И в ближайшее время, с учетом мнения жителей, внесут изменения в графике работы маршрутов. «Как увеличить интервал до 12, до 11? В 9 часов прекращают маршруты. Люди все это жалуются. В снег, в дождь, в мороз – это гибель». «Компания «Ран Транс», которая фактически 90% рынка перевозок производила на территории Московской области, свернулась и ушла. Сейчас «Мост Трансавта» – это перевозчик областной, владелец правительства Московской области. Сейчас эти объемы все принимают. Поэтому переходный период в летнее время, в принципе, это комфортно. Мы будем вносить изменения, вы их будете видеть. И на следующей встрече, через месяц, условно говоря, скажете, достаточно или достаточно». Жители также жаловались на отсутствие дорожных знаков и остановочных пунктов. Еще одна проблема этого жилого комплекса – пешеходные зоны. «От урожая до станции Тамилина у нас плохие тротуары. Я понимаю, что там сложная обстановка дороги, но для этого есть проектировщики, инженеры. Может как-то это все проработать. Есть места, где люди выходят на дорогу, чтобы не пройти по лужам». «В прошлом году мы первые тротуары уже начали обустраивать, правильно? И здесь, напротив, жилого комплекса, которого не было. И дальше мы от саму деревню не затрагивали по правую сторону, а за деревней тротуар обустроили, правильно? У нас какие еще разрывы есть? Места, которые не обустроены? Активные жители задавали вопросы об озеленении дворовых территорий, о ремонте ям и детских площадок. Также по просьбе жильцов установят камеры видеонаблюдения на игровых зонах. Все обращения взяли в работу. Большинство из них решат в течение месяца. Анастасия Кладинова, Денис Угольников, Телеканал, ЛРТ. 79 люберецких призывников отправились служить в ряды российской армии. По доброй традиции от военкомата их провожали родители, друзья и руководство округа. Тему продолжит наш корреспондент. Слушайте старших товарищей, подготавливайтесь, проходите все те наставления, которые будут вам давать командиры. Все службы проходить вы будете на территории Московской области. Мы вам желаем только здоровья, крепости духа и чтобы год прошел для каждого из вас максимально полезно. Мы впервые в этом году сформировали большое количество ребят, которые пойдут по военноучетным специальностям. Это водители подготовленные. Главное, 11 человек у нас. Это лучший результат получается во всем Московской области. Идут в президентский полк. Это почетно, это гордость для города, в целом для родителей, для нас всех. Многие из этих ребят уже получили образование в техникумах и вузах. Гражданская специальность и навыки призывников будут учтены при распределении по войскам. Хотелось бы услужить в ВДВ. Если повезет, то да, определят. Там у меня, кстати, брат старший служил. Буду надеяться, что год незаметно прилетит, потому что буду очень скучать по дому. Надеюсь на друзей новых. Наступает самый волнительный момент – прощание с родственниками. Уже через 10 минут новобранцы зайдут в автобусы и поедут в областной сборный пункт. Там они и узнают, где и в каких войсках будут служить все 12 месяцев. Глава Люберец встретился с участниками специальной военной операции и их семьями в фонде «Защитники Отечества». В ходе встречи обсудили вопросы поддержки участников спецоперации и их родных, предоставления социальной помощи и медицинской поддержки. А также звучали вопросы о получении земельных участков для многодетных семей. У нас есть заключенное соглашение с Раменским районом, Воскресенским районом. Там выделяются земельные участки многодетным, их тоже большое количество. И понятно, что это не наша территория, но это рядом, это, условно говоря, меньше 100 километров от Москвы. Владимир Волков отметил важность службы защитников Отечества для безопасности и благополучия общества. Участники операции и их родные поблагодарили за внимание и поддержку, которую они получают от муниципалитета. Это очень полезный опыт пообщаться с человеком, который напрямую от нашего государства. И я считаю, что нужно проводить такие встречи как можно чаще. Это очень классно и без проблем можно задать вопрос, который тебя интересует. Мой муж находится уже два года на СВО. Я не знала об этом фонде вообще, даже не представляла, что есть такие люди, которые могут помочь. Я очень довольна, что такой фонд вообще существует. Вот буквально вчера мне помогли получить справку 2НДФЛ, которую я не могла получить две недели. Продолжается объединение школ и детских садов в крупные образовательные комплексы. Процесс реорганизации запущен в регионе еще 10 лет назад. За это время в Люберцах объединили 156 образовательных организаций. Какие учреждения реорганизуют в этом году и в чем основные плюсы данного процесса, узнали мои коллеги. Мы любим нашу школу и будем учиться только здесь. Ученики 10-й школы сейчас отдыхают в летнем оздоровительном лагере дневного пребывания. А уже в сентябре отдохнувшие и набравшиеся сил ребята будут учиться в новом образовательном комплексе. Процесс реорганизации в данный момент проходит в полном объеме. Но на педагогический состав, на детей ни в коем случае это не повлияет. Все остаются на местах. Будет увеличена материальная база, которая, думаю, благополучно скажется на всем нашем комплексе. Мне как руководителю, как директору предложили руководящую должность, руководитель структурного подразделения. К нам присоединяется большой комплекс, который включает в себя 4 корпуса дошкольного отделения и корпус 10-й школы. У нас будет порядка 2000 ребятишек и плюс еще воспитанники дошкольных отделений. Ученикам это дает дополнительные возможности, потому что мы сможем объединить наши усилия вместе с 10-й школой. Я думаю, что мы будем давать замечательные результаты. Стоит повториться, что создание образовательных комплексов не влечет никаких последствий для детей. Они по-прежнему будут посещать свои школы и детские сады. О преимуществах преобразования говорят и родители. В 2022 году наш детский сад, ручеек номер 19, был присоединен к лингвистической школе. Мы, как родители, изначально переживали по этому поводу, но уже с 1 сентября были видны улучшения в лучшую сторону. У нас появилось наибольшее количество окружков дополнительного образования. Учителя начальных классов посещали детский сад и знакомились с детьми. Благодаря всему этому ребятам было комфортно пойти в первый класс, они не боялись. Для меня, как и для мамы двоих детей, это очень комфортно и очень удобно. Мой старший ребенок уже закончил первый класс лингвистической школы, а младший ребенок будет будущим первоклассником. А мой ребенок учился в 59-й школе. В прошлом году нас присоединили в 28-й школе. Очень много изменений произошло за это время. Получилось качество образования. Работает сильная команда педагогов. И мы довольны теперь нашей школой. На разных этапах подготовки нормативных документов с педагогами и родителями учеников проводились встречи, на которых проговаривались аспекты слияния образовательных учреждений. На общешкольном собрании в 15-м лицее, который объединяет в один образовательный комплекс 16-й гимназии, вопросы поднимались разные. Эта гимназия занимает четвертое место в рейтинге 100 лучших образовательных учреждений Подмосковья и является флагманской в городском округе Люберцы. Удерживать такие позиции позволяет высокое качество образования. Критерии и нормы оценки обучающихся – один из главных вопросов. Мой ребенок только пошел в первый класс в прошлом году. Мы учимся во втором корпусе этого лицея. У меня такой вопрос. Мы еще не получали оценок. Что с оценками в вашей гимназии? Каких они баллов? Когда открылась гимназия «Интерес», мы сразу начали с 10 баллов. Это совсем несложно. И мы точно так же будем работать с учителями 15-го лицея нынешнего. Значит, вашим детям это понравится. Понравится то, что она очень предсказуема. Понравится, потому что она практически не имеет отрицательных отметок. В отличие, опять-таки, от пяти баллов. Обсудили на встрече и варианты профильных направлений для 10-х классов, обязательное ношение школьной формы, улучшение материально-технической базы и начало занятий с 8 утра. К пожеланиям родителей, представители управления образованием Люберец и директор 16-й гимназии прислушались. На 1 сентября 2024 года у нас стоит задача полностью от дошкольных учреждений, как самостоятельных юридических лиц, освободиться. Из 14 учреждений создадим 6 образовательных комплексов. Это 44-я гимназия, которая присоединится всем комплексам к 1-й гимназии. 55-я школа присоединится к 56-й. И в 56-й мы еще откроем один новый корпус. 22-я, 23-я школы присоединятся к 51-й школе, расположенной в поселке Мирном. 15-й лицей войдет в состав школы-флагмана гимназии номер 16 «Интерес». 21-я школа к 27-й школе присоединится. А 10-я школа, расположенная на поселке Калинино, присоединится к большому комплексу «Кадетская школа». Все новое часто настораживает. На осознание нужно время. Опыт прошлых лет показывает – детям и их родителям не стоит волноваться. Объединение школ и садов в крупные образовательные комплексы позволяет обеспечить детям достойные условия и равные возможности для получения качественного образования. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев и Петр Пономаренко. Телеканал ЛРТ. Совмещают приятное с полезным. В Люберцах летом работают трудовые школьные бригады, временные занятости детей и подростков. Они открыты в 29 школах. За деятельностью молодежи в лицее номер 4 наблюдала съемочная группа нашего канала. Сегодня в плане на день благоустройства пришкольной территории. Перед ребятами стоит несколько важных задач. Побелка и обрезка деревьев, поливка цветов, сбор скошенной травы и мусора. Это наши ребята, наши ученики 8-10 классов, которые работают в течение месяца на пришкольной территории. Отбор начинается весной. То есть, когда весной поступает предложение заключить договор с центром занятости. И тогда информируются все классы и желающие записываются в трудовую бригаду. Всего в лицее работают 20 сотрудников зеленого хозяйства. Ирина Прибыткова в этом году окончила 9 классов. И учебу продолжит уже в техникуме. Но последнее школьное лето она решила провести в трудовой бригаде. Цепляет то, что я могу здесь проявить, так сказать, уют. Чтобы дети, когда выходили, смотрели, что здесь все убрано, так чисто. Конечно, есть и наружные, и внутренние. Внутренние мы там протираем пыль, в шкафах убираемся. Мы проводим 21 день не впустую. Работаем мы с 10 до 12, то есть 2 часа. Мне очень нравится тут работать. За свои старания молодые люди получат зарплату. Познакомиться с ребятами, посмотреть, как в 4-м лицее проходят работы, заглянул и глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Это такой хороший шаг и такая ступенька для своего развития личного в будущем. Поэтому вы большие молодцы. Для проведения работ учреждения выдают весь необходимый инвентарь. При организации трудовой занятости подростков обеспечиваются безопасные и безвредные условия. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Люберцы вновь стали местом проведения областного фестиваля. На этот раз городской округ принял участников проекта «Активное долголетие» со всего Подмосковья. Представители старшего поколения продемонстрировали свои таланты и подготовили для гостей праздника яркие танцевальные номера. Как все прошло, покажем в следующем сюжете. Местом проведения фестиваля «Танцуй от души» стал Центральный парк Люберец. Это ежегодное областное мероприятие городской округ принимает впервые. Задолго до начала концерта гостей и участников ждала насыщенная развлекательная программа. В одной части парка представители старшего поколения обучали азам восточного танца. А в другой – мастер-классы по йоге, рисованию, бесероплетению, изготовлению тряпичной куклы. Это старинное название куклы, называется куватка. Куватка обыкновенная, причем ее в разных областях делали по-разному. География фестиваля масштабная – 35 округов Московской области. Участники праздника – представители клуба в активное долголетие, которые посещают занятия по танцам и готовы показать результаты обучения на большой сцене. У нас коллектив достаточно молодой, мы всего третий год отзанимались. И сегодня мы будем представлять народный танец в Воронежской губернии. Называется «Совечора». Настроение праздничное, людей много, музыка, все репетируют, все очень дорожелюбные. Шикарное настроение. Я вообще люблю всякую тусовку. И выступать, и показать, что мы умеем. Они себя проявляют, показывают свои таланты, и они этим живут. Они очень активны. Фестиваль сегодня организован при поддержке Министерства социального развития Московской области. Областной фестиваль открыло выступление солиста образцового коллектива. Вокальный ансамбль «Нотка» Никиты Куракина и хора русской песни «Красковские самоцветы». Затем гостей праздника поприветствовали почетные гости. Сегодня здесь собрались люди самого счастливого возраста, которые готовы показать свои таланты, поделиться жизнерадостным настроением и порадоваться встрече добрых друзей. Я желаю всем участникам областного фестиваля прекрасного настроения, незабываемых впечатлений и, конечно же, удачи. После торжественного открытия начались показательные выступления. Одними из первых на сцену Центрального парка вышел танцевальный коллектив «Гуслица» из Орехова-Зуева с номером «Хоробот с шалями». Мы лауреаты областных и международных республиканских танцевальных конкурсов. Ездили в город Казань, Сочи, в Карелию ездили в этом году. Ну и по Московской области в конкурсах участвуем. Так что мы опытные, так сказать. На этом фестивале нет победителей и нет проигравших. После того, как на сцене выступили все 35 коллективов, состоялось торжественное награждение. Всех участников отметили дипломами, а завершился праздник большим хороводом. Уиза и Геазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Даже летом люберцы становятся местом притяжения для спортсменов. Во Дворце спорта «Триумф» прошел рейтинговый турнир по длинным и коротким нардам. В соревнованиях приняли участие спортсмены из разных городов. За состязаниями игроков наблюдала Анастасия Кладинова. Цель соревнований – популяризация игры в нарды. Сразиться за победу в этот раз собрались 33 человека. В партии побеждает участник, набравший 5 очков. Турнир проходит по швейцарской системе. Спортсмен выбывает после трех поражений. Открылась серия рейтинговых турниров в Подмосковье, в Люберцах, в Киберецком округе. 56 лучших человек по итогам рейтинговой системы, определенной рейтинговой подсчета, зайдут в главный суперфинал турнира на 64 человека. Еще 8 мест будет свободно. Спортсмены вступили в борьбу, это начинающие игроки, профессионалов, так скажем, сюда пока мы не допускаем. В этом зале собрались любители игры в нарды. Несмотря на внешнее спокойствие нардистов, для них это не просто увлечение, а настоящие спортивные соревнования. Инга приехала ради турнира из Хантамансийска. Настольная игра – семейная традиция. Приехала специально на турнир. Я хочу впервые в жизни почувствовать, каково это участвовать в соревнованиях, а не любительские дома, как в семейной армянской традиции. Играю я с 9 лет. Правда, последние 5 лет я не играла. Сегодня впервые села снова за стол. С сегодняшнего дня я хочу возобновить былую традицию. И я надеюсь, что я дальше пройду. И постоянно я буду приезжать сюда, несмотря на то, что в Хантамансийске, и буду участвовать в соревнованиях. Победителю и призерам состязаний вручили грамоты, кубки и денежные призы. Теперь рейтинговые турниры по длинным и коротким нардам в Люберцах будут проходить регулярно. А в декабре этого года состоится финальное соревнование за звание абсолютного чемпиона городского округа. В округе прошел турнир среди ветеранских футбольных команд, посвященный памяти Сергея Епифанова. 26-й раз спортсмены встречаются на поле стадиона «Электрон», чтобы почтить память своего коллеги. Подробнее расскажет Богдан Колесников. Командир «Развай» наш? Да! Командир «Торпед» наш? Привет! За призовые места состязались команды из городских округов Люберцы и Дзержинский. Для одних футбол – это образ жизни. Другие выходят на поле, чтобы укрепить и сохранить здоровье. В матче участвуют друзья и знакомые Сергея Епифанова. Сергей Михайлович, мы из детских команд вместе играли здесь в Красково, в юношеских командах, в командах мальчиках, во взрослой команде, а потом и в команде ветеранов. В одном из последних турниров Сергей получил травму, которая была несовместима с жизнью. Сергей был выдающимся футболистом, он был вообще лучшим нападающим в Люберецком районе. Турнир открыли «Торпеда» Люберцы и сборная Краскова-Томилина. Со счетом 2-0 люберчане одержали победу. Игорь Усаченко на последних минутах встречи принес Люберецкой команде победный гол. Футбол здесь отнюдь не мальчишеский, не дворовый, хороший накал, споры те же самые, и слезы даже после побед, после тяжелых побед, после того, как много сил отца оставлено. А проигрывать не хочется, тем более, что сегодня турнир посещен в кубоке Епифановой. И поэтому мы, конечно, стремимся тоже вспомнить, как они играли, мы помним, как они играли. Ну вот, сохранить тот же задор, забить мячи. Не только люберецкие команды у нас играют, там Люберцы, Краскова, Томилина, Дзержинка, Латкарина. У нас еще приезжали сербы, босницы были. Также к нам еще приезжают ребята из других городов. Калуга, Вязьма, вот Брянские ребята. Турнир очень значимый. И самое главное, что мы, несмотря на возраст, собираемся. Всем игрокам 60+, но они молоды душой и сердцем. В финал вышли Люберецкая торпеда и сборная команды из Октябрьского и Дзержинского. Матч завершился со счетом 1-0 в пользу люберчан. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше интересных новостей можете искать в наших социальных сетях и, конечно же, у нас на сайте lrt.tv. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!